Александр Федорович, вот разные мнения у горожан. Кому-то нравится, что идет стройка. Кто-то говорит, почему в это время, когда ситуация с ковидом напряженная, вот пыль кому-то не нравится, что в городе стоит. Почему именно это надо было сейчас делать, спрашивать? Как прокомментируете вы эти мнения, скажем так? Ну, наверное, наши жители справедливо задают вопрос, что в такое сложное время, когда работают ограничения, вдруг начали такие масштабные работы. Но суть заключается в чем? Город Сухум не занимается капитальным ремонтом как администрация города со своими возможностями, теми ресурсами, которые есть. Это и техники касается, и количество людей касается и так далее. То есть можно подключаться на каком-то этапе к каким-то масштабным работам. Но капитальных, таких вот работ, как сейчас производятся, не финансовых возможностей, никаких либо других нет. Капитальные ремонты у нас в основном и новое строительство происходит за счет средств российской помощи в виде инвестиционной программы, которая утверждается каждые два года, значит, два года на третий год и так далее. Прокладка коммуникаций по улице Джонуа. Дальше у нас есть такой же проект по улице Гулия, по улице Абазинская. Это программа 2022, которые будут реализованы вот таким серьезным масштабными мероприятиями, как капитальный ремонт, замена трубопроводов, замена ливневых стоков и так далее. Есть по инвест-программе ответственные министерства, это тоже министерство экономики. Заказчиком выступает управление капитального строительства, ну и подрядные организации, которых они в том или ином виде нанимают. Поэтому мы в данном случае администрации производим контроль в основном за тем, чтобы было все качественно сделано и на долгие годы. И там, где они, значит, когда производят работы, возникают какие-то, значит, попутные проблемы, как это произошло вот на этом перекрестке, когда они меняли, значит, канализационные люки, прокладку, производили прокладку нового трубопровода канализационного, возникла проблема с водопроводом, ну и сама работа усложнилась ввиду того, что произошла авария на тот момент, когда производили замену люка. Вот, и поэтому мы подключились, как говорится, пришли на помощь и включили все городские службы. Ну, это же, ну, как сказать, это чрезчайная ситуация, да, с которой пришлось бороться. Она была очень сложной задачей, ну и, значит, она была реализована в такие, скажем так, не совсем сжатые сроки, да. Вот, конечно, сопровождалось это отключением воды и других таких нестандартных мероприятий. Эти мероприятия не останавливаются. Инвестиционная программа, она так или иначе работает самостоятельно в том плане, что она не может никуда отложиться или проведение ее, там, или выделение средств. То есть российские финансовые средства приходят вовремя, подрядчики отрабатывают. У них есть сроки выполнения работ, графики работ и так далее. Там у нас ограничения введены или что-то еще происходит. Это решение не города, это уровень таких принимаемых, предпринимаемых каких-то ограничений, уровень правительства и так далее. Для этого нужны очень высокие основания для того, чтобы остановить работу инвестиционной программы. Конечно, неудобства для жителей есть определенные, но как быть? Всегда, когда производятся ремонты, какой-то промежуток времени надо потерпеть. И никто уж так не оставит эти территории в этой пыли, в этой грязи. Конечно, и подрядные организации, и мы, как город, внимательно следим за этим, чтобы после того, как завершаться вот прям этапами, да, один, второй, третий участок, другие улицы, чтобы после себя оставляли порядок и чистоту. Мы за этим наблюдаем. А там высказывания в социальных сетях или какие-то фейковые издания, что-то комментируют. Ну, конечно, ты читаешь это и удивляешься, почему люди дают такой подтекст, чуть ли не пир во время чумы. Ну, извините, но есть вещи, которые запланированы, на которых выделены деньги, и есть возможности, ресурсы делать для того, чтобы это было, как говорится, реализовано. И пускай оно делается, а то, что мы отвечаем за дисциплину, за ограничительные меры, их мы должны соблюдать. Одно другого как касается, я вот здесь не совсем понимаю, ну, наверное, людям как-то, я не знаю, ищут тему, чтобы чего-то написать, что-то покритиковать. Или критика это всегда хорошо, если она по делу, мы ее всегда воспринимаем и быстро пытаемся реагировать. Ну, такая критика, я не знаю, ее как по-другому назвать. Эти все работы по инвест-программе, сколько они будут продолжаться? У нас инвестиционная программа 2022, у нас не так много мероприятий по городу, я уже назвал эти улицы, значит, пока по этим улицам, это улица Джонова, Гулия и Абазинская, вот, и пока коммуникации, значит, 2020-2021 год, и потом уже асфальтирование. Вы как знаете, улица Джонова, это была одна из самых проблемных улиц города Сухого. Вот, и слава богу, что эта улица попала под реконструкцию по инвестиционной программе, это коммуникации, это водопровод, канализация, ливневые истоки и так далее, ну, и потом сплошной асфальт. Будет великолепная у нас улица. Да, надо потерпеть, все вместе будем терпеть, конечно, с тем, как будут продвигаться ремонтные работы, и чем дальше они будут идти в сторону улицы, там, ну, в верхних улиц, ближе к эстакаде, так и будут ограничиваться движения по тем перегрузкам, где будут проводиться работы. Да, это определенные неудобства, но это все временные меры, которые надо будет как-то переждать, потерпеть, но зато мы получим в итоге хорошую улицу, не только эту, но и ту же улицу Гули, я уже говорил. На Абазинской, как вы знаете, там, мы сейчас задерживаем, немножко взяли на себя такую смелость, из-за нас откладывается мероприятие по ремонту на Абазинской, потому что по ней проходит троллейбусная линия. Мы будем перебрасывать троллейбусную линию с улицы Абазинской на улицу Айтглера. Пока как временную меру, посмотрим даже, как это будет работать, для того, чтобы предоставить возможность на улице Абазинской от улицы Лакоба до улицы Арзенба ремонт коммуникаций, тех же ливневых стоков, водопроводов, канализаций, для того, чтобы довести дело до конца, то, что было начато ранее по инвест-программе по улице Абазинской. Поэтому приходится идти и на эту меру тоже, но это все во благо, как говорится, наших жителей, во благо города. Это не чьи-то капризы, это те вещи, которые были приняты ранее, хочу сказать, для тех граждан, которые не знают. Программа была принята до того, пока у нас прошли выборы президента Республики Абхазия, поэтому сейчас выполняются взятые на себя обязательства по межгосударственным мероприятиям. Помимо работ, которые производятся по инвестиционной программе, мы и сами производим определенные ремонтные работы. У нас в день бывает 3-4, до 5 аварий. И мы специально выбираем время, максимально безболезненное, что можно сделать ночью, чтобы не отключать воду днем. Это делается ночью. А там, где вынужденная мера отключить воду, иначе не справиться с этой проблемой, тогда вынуждены, как говорится, идти на отключение воды. Это всегда, каждый раз это взвешенное решение. Не потому, что там кто-то захотел что-то выключить. У нас есть в городе одна из самых главных проблем. У нас нет прекрасного отключения. То есть мы не можем отключить какой-то район, или там несколько улиц отдельно, или там даже по району не можем город отключить. Поэтому, если какая-то даже небольшая авария, но и без остановки воды нельзя ее локализовать, приходится отключать весь город. Но, к сожалению, в то время, когда прокладывали коммуникации, это там 50-е годы, там еще ранее, да, не было предусмотрено зональное отключение. Вот в чем проблема. А сейчас на тех участках, где проводятся ремонты, конечно, мы просим и требуем, чтобы это было предусмотрено. Что в перспективе мы могли там какой-то локальный участок, если надо отремонтировать, только его отключить от воды, чтобы весь город не страдал. Но, к сожалению, на сегодняшний момент таких возможностей нет. Это вот главная проблема, почему мы вынуждены отключать город и ждать, пока вода спустится. И только потом это происходит, там 2-3 часа происходит, пауза держится после того, как отключение произвелось. И только потом, иногда даже в воде, приходится все равно выполнять какие-то наши мероприятия. Вот такие проблемы у нас в городе.